Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И сегодня я получил великолепную посылку с почтовыми марками про космос. Но прежде чем я начну, я вам должен ответить на ваши как бы справедливые упреки, что Эдуард, ты неправильно, небрежно обращаешься с марками, их нельзя брать руками, только пинцетиком и так аккуратненько в кляйсер, закрыть, и чтобы, не дай бог, на них свет попал, или что они там выгорят, они мою идею с картины признали довольно-таки пакостной, потому что тут она выгорит и все это пропадет. Ребята, дело в том, что вы знаете, дело в том, я вам уже рассказывал, что эта идея мне показалась моей идеей, но потом я обратил внимание, нашел в интернете, продают такие картины, так же, как сделаны у меня, причем цена на них, есть вот на все эти марки, которые я сегодня приобрел, вот у меня, так, не видно, да, сейчас попробую посмотреть, вот эта цена, как вы видите, тут она 15 евро и в итоге 18 евро, вот вся цена этим вот маркам и так далее, это вообще полтора евро, вот это вот, три штучки, поэтому говорить о большой стоимости этих марочек не приходится, это раз, второе, то, что они выгорят, ну, вы знаете, вы меня, простите, но вы, наверное, не поняли меня до конца, дело в том, что вы видели, у меня стоят автомобили довольно-таки дорогие, это не марки, это от 25-35-80 евро за штуку, и тем не менее, они у меня стоят открыто на полке, я их постоянно вижу, когда встречаюсь с ними глазами, радуюсь, и как бы я не могу себя причислить этим самым коллекционерам, фанатам, которые держат это вот в упаковке, в какой они, или же покупают стеклянные, специально закрытые, там, эти, то, наверное, там боятся, что они выгорят, то же самое с марками, понимаете, я их купил только для себя, я не собираюсь их продавать, и ценность у них очень низкая, по сути дела, да, а еще, кроме меня, они никому не нужны, понимаете, это уже не то время, мои внуки в жизни не оценят это, если им подарить... Мои внуки, у них совсем другие интересы, у них совсем другое, их никто с этим не сталкивал, я сомневаюсь, что они заинтересуются когда-либо марками. Премия марок «Хелотелия», оно ушло, и остались такие вот старые пни, как я, которые все еще собирают, ну, как все еще, вот, я их собираю для себя, и поэтому, если, как бы, я отойду в мир иной, что случится рано или поздно, то это будет просто выкинуто куда-то, вот, в макулатуру, да и все. Вот я, кстати, вчера жене такой вопрос задал, а куда ты денешь мои марки? Да выброшу нахрен, она у меня простая женщина. Поэтому я говорю, ребята, я согласен с вами полностью с тем, с чем вы говорите, и ваша озабоченность мне близка, но совсем другое предназначение для этих марок сейчас. Это не коллекционные штуки, это, как бы, мое, ну, вот, ностальгия, удовлетворение моей ностальгии, да. Поэтому, простите уж меня, я буду продолжать в этом же духе. То есть, вот сейчас пришли вот эти марки, да, а здесь их должно быть штук 50. Вот они. И с ними пришла вот эта коробушка. Вот, я вам показывал в прошлый раз, когда задавал загадку, что это такое, для чего оно. Ну, сегодня я вам расскажу. Раскрою, там, из коробочков пришла. В ней пришли вот эти же колётики, только обутые в резину, скажем так, да. Вот. И теперь, наверное, уже ближе к теме разгадки, да. То есть, по сути дела, это не что иное, как колёси. Это колёсики, которые мне очень понадобятся для того, чтобы создать модель лунохода, да. Потому что я хочу рядом или сверху, или снизу, со своими картинами создать с каждой стороны 8 на 4 штук. Итого, значит, 8 получается создать колёсики. Ну, и в итоге потом из жестяного ведёрочка, которое я присмотрел в магазине, ещё не купил. А вот этих колёсиков, ну и прочее там, там, я думаю, что будет сочетание такой пластмассы. Буду клеить, буду из полимерной клины, глины что-то добавлять, какие-то детали. И в итоге у меня, скорее всего, я надеюсь, что такая моделька получится. Купить её, в принципе, можно. Хоть большим трудом, это через Россию надо заказывать. То есть, стоит здесь она 137 или 157 евро, я точно не помню. Ну, в общем, цена хорошая. И я так подумал, думаю, ну, ребята, у меня же руки тоже не растут откуда-то. Наверное, я всё-таки смогу сделать, пускай я потрачу евро 30 на краску, вот на эти колёсики, на ещё что-то, может быть, отдельные детальки. Но я сделаю, я точно сделаю. Если вам интересно, напишите об этом, я буду тогда процесс этого снимать. Ну, а вот на этом я, наверное, сегодня своё видео закончил. То есть, я как бы сегодня не хотел ничего делать, я хотел просто перед вами отчитаться, почему я так небрежно к этому отношусь, потому что я не считаю себя коллекционером. Я, скорее всего, собиратель, для того, что мне нравится. Вот и всё. Поэтому так ко мне и относитесь. Хорошо? Ну что ж, в этом я с вами прощаюсь. И с первых числах месяца марта, я думаю, я уже начну собирать свою модель. Вы заодно посмотрите. И, кстати, на Ютубе, кроме деревянной модельки и из картона, хороших нет моделек. То есть, тут я, может быть, даже сто очков вперёд кому-то дам. Хорошо? Ну вот, на этом я с вами распрощаюсь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Хорошо, что вы неравнодушны, нежзеравнодушно шею мне намылили, да? Ну, я благодарен тому, что вы смотрите мои видео, обращайте на них внимание. Я чувствую свою связь с вами, что для меня очень важно. Итак, всего доброго. Ждём до начала марта.